Этим утром я хотел бы поговорить с вами о том, как не податься душевной боли и не дать эмоциональной боли взять верх над всеми остальными эмоциями. Душевные переживания неизбежны, но задача в том, как защитить себя от негативного воздействия душевных травм, чтобы они не преследовали нас всю жизнь. Как вы можете минимизировать ущерб, нанесенный вам болезненными событиями? Как предотвратить чрезмерную эмоциональную боль? Об этом мы будем говорить сегодня. Люди, которые нам наиболее близки, наши супруги, дети, друзья, они могут иногда причинить нам самую сильную боль. Почему? Именно из-за того, что они вам настолько близки и настолько хорошо вас знают, они могут вас задеть за наиболее уязвимые места. И такие программы, как Family DNA, показывают нам страдания людей из-за боли, которую они причиняют друг другу снова и снова. Потому что люди с душевной болью причиняют боль окружающим. Люди с душевной болью причиняют боль окружающим. То есть, если кто-то причиняет вам боль, это может послужиться началом порочного круга, где работает принцип «глаз за глаз, зуб за зуб». Нисходящая спираль, горе, злобы, грубости, депрессии, чувства мести, которые сейчас уничтожают вашу жизнерадостность и разрушают ваше будущее. Конечно, этого не хочет никто. Например, если вы состоите в браке и решили не разговаривать со своим партнером, обычно мы такого не делаем, но некоторые люди поступают так. В таком случае вы можете так поступить из-за того, что вам причинили боль. Допустим, вы решили не разговаривать со своим партнером. Каков будет результат? Вы сделаете несчастным не только своего партнера, но и самих себя. И та боль, которую причинили вам, превращается за день, за два, за неделю, три недели в месяц мучений. Но знаете, брак, в котором не решают проблемы, движется шаг за шагом к разводу. И с каждым шагом, который вы делаете в сторону развода, ваша боль и ваша грусть растет. К тому же, вдобавок к боли может еще присоединиться осуждение со стороны вашей семьи и друзей, которые в конечном итоге не поймут вашего развода. Это драматичный путь. Сам же я несколько лет назад был уволен из-за сложных отношений со своим начальником. И через пару лет после этого я на своей новой работе вместе со своей менеджмент-группой представил план одному из моих членов правления о том, как мы выпустим на рынок очередной продукт. В ответ на мой план он прислал мне короткое сухое письмо, сказав, «Пейтер, этим планом ты роешь себе могилу». Из-за моего предыдущего увольнения я воспринял это как «если ты так поступишь, я тебя уволю». Для меня это было эмоциональным ударом. Я озвучил это своей команде, и они сказали, «Нет, он имеет в виду только то, что этот план не сработает». Вместо того, чтобы позволить своим эмоциям взять верх над вами, дайте другим людям возможность проверить факты. Поэтому, когда в тот раз у меня появилась уверенность в моей команде, я пошел к своему директору и сказал, «Что именно вы имели в виду, сказав, ты роешь себе могилу?» Он ответил, «Все, что я хотел этим сказать, что этот план не работает». Мое увольнение в прошлом было своего рода изгнанием. Ты чувствуешь себя отвергнутым, потому что потерял работу. Но очень многие люди борются с чувством отвергнутости в браках, отношениях между детьми и родителями, в дружеских компаниях, школьных дворах, спортивных секциях. Смотрим ли мы на все вокруг нас и оцениваем ли мы все в свете боли, которую нам причинили в прошлом? Прошлое могло быть час назад, или месяц назад, или даже 10 лет назад. Но если вы не решите проблему, вы попадете в порочный круг очередной боли. Это станет подтверждением вашего ошибочного видения ситуации. И таким образом, ваше прошлое начинает постепенно сказываться на вашем будущем, определяя ваше отношение к испытываемым моментам, принимаемым решениям и реакциям. И таким образом, одно болезненное событие постепенно превращается в череду страданий, которые каждый раз продолжают встречаться на вашем пути, и которые на самом деле вы сами себе создаете. Поэтому так важно, что мы учимся пресекать эмоциональную боль на корню. Многие люди никогда об этом не задумывались. А если вы не знаете, как бороться с эмоциональной болью, то эмоциональная боль растет и начинает над вами доминировать. Боль неизбежна. Но ее доминирование — это выбор, который вы делаете сами, если не решаете проблему правильным способом. А знаете, если нас ранили, то мы должны яд, пулю и стрелу удалить, чтобы не дать боли победить. Страдающие люди причиняют боль другим. И так начинается круг, где лидируют отрицательные эмоции, которые в конце концов отражаются на всех ваших отношениях, вашем здоровье и в конечном итоге на ваших финансах. Представьте, что кто-то подставил вам подножку, и вы резко падаете на пол. Задумайтесь и представьте. Кто-то подставил вам подножку, и вы резко падаете на пол. Как вы отреагируете? Подумайте об этом. Как вы отреагируете, если кто-то подставил вам подножку? Какова ваша реакция? В Евангелии от Луки Иисус сказал своим ученикам невозможно пройти путь без препятствий. Иисус сказал, что невозможно прожить, чтобы никто не подставил тебе подножки. Иисус говорит о невозможности прожить, не испытывая никакой эмоциональной боли. Это случается с каждым. Он говорит, и может жестко, но порой нам кажется, что было бы эффективнее отомстить обидчику, повесив ему на шею жернов и бросив его в воду за то, что он подставил нам подножку. Итак, давайте выделим важные детали. Иисус говорит о невозможности прожить, чтобы никто не подставил тебе подножку. В жизни не избежать. Так что, если боль неизбежна, необходимо знать, как на нее реагировать. Примечательно то, что здесь Иисус предупреждает того, кому причинили боль. Тот, кому причинили боль, получает следующее предупреждение. Будь осторожен. Тебе кто-то причинил боль, кто-то подставил подножку, даже если это было неумышленно. Иисус говорит, что тут ты должен насторожиться. Внимание, потому что это предупреждение. Здесь ты можешь попасть в ловушку. Будь осторожен и веди себя так, как будто твой брат против тебя согрешил. Тогда накажи его, если он покается, прости его. Даже если это повторяется семь раз на день. Если кто-либо ставит вам подножку семь раз на день и против вас грешит, и семь раз на день приходит к вам и говорит, прости, я не это имел в виду. И тогда вам не надо об этом задумываться. Иисус говорит, да простите вы его. Давайте посмотрим и углубимся в том, что именно тут сказал Иисус. Он говорит, осторожно. Он говорит, тебе угрожает опасность. Почему? Потому что существует опасность того, что ты обидишься, когда тебе причинят боль, и начнешь осуждать. Джон Бивир, муж Лизы Бивир, с которыми я разговаривал год назад, назвал обиду в случае, если кто-то тебе причинил боль, ловушкой сатаны. Поэтому тут и говорит Иисус, осторожно. Когда ты обиделся, это уже случилось от злости. Тот, кому причинили боль, зол. Тогда появляется риск, что это может усугубиться, потому что опасность заключается в нашей реакции. Как мы реагируем на боль, которую нам причиняют. Задумайтесь, чтобы за что-то наказать. О чем вы думаете? Окей, сейчас мы это устроим. Потому что «казнить» здесь не означает кого-то наказать. «Казнить» тут не означает объяснить, почему вы ее или его считаете неправым. Наказание здесь также не означает вернуть боль. Слово «наказать» означает здесь в почетной и уважительной манере обращаться с другим человеком и объяснить, что случилось. Уважительное — это тогда, когда ты это держишь при себе. Если ты только даешь понять, что такое поведение у тебя вызывает болезненную реакцию, без добавления дополнительного значения. Как если бы это было в случае с ребенком, говоря, «Что же ты за ужасный ребенок?» В таком случае вы срываетесь на человека из-за произошедшего. Также неразумно думать, что знаешь, почему человек так поступил. Вроде «да, ты подставил мне подножку, и ты сделал это нарочно». Хотя, быть может, этот человек сделал это совершенно не специально. Тогда первому человеку причиняется боль, потому что он думает, что ты сделал это нарочно. Если ты тоже отреагируешь с болью, тогда это полноценный фейерверк. Уважение, с которым нужно обходиться с другими, заключается не в том, чтобы отплатить им той же монетой сразу же, дав сдачи кулаком или пнув ногой. «Простить» — имеется в виду не просто сказать, что ты его простил. «Простить» означает здесь никого не тронув, дать ему свободно уйти без каких-либо обязательств. И это семь раз на день. Представьте, что вы случайно делаете своему мужу или жене больно семь раз на день словами. В таком случае вы, скорее всего, женаты на колючей проволоке. Но, допустим, ваша реакция — семь раз «простить» в один день. Такого никто не сможет выдержать. Именно такая ситуация была у учеников. В пятой главе апостолы сказали Господу, «Умножь в нас веру». «Умножь в нас веру» и еще раз «умножь в нас веру». А Господь говорит, «Если бы вы имели веру, зерно горчичное». «И сказали смоковнице сей, исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас». И Иисус сказал, «Если вы связаны с людьми, которые причиняют вам боль семь раз на день, и хотите с ними хорошо обходиться, единственное, что вам надо — вера, зерно горчится, потому что с ней все возможно». И Иисус сравнивает прощение кого-то семь раз на день с перемещением смоковницы словами. Итак, это очень впечатляюще — переместить смоковницу словами. Но почему смоковницу? Потому что у смоковницы невероятно длинные корни, и они не позволяют ей переместиться, тем более словами. Но это возможно, если есть вера, зерно горчится. Семь раз простить можно только лишь, если вы посеете слово как зерно горчицы и дадите этому вырасти в вашем сердце. Конечно, можно сказать, что тот, кому нужно прощение семь раз на день — это кто-то с очень длинными корнями. Это кто-то, кто похож на букет из колючей проволоки. Для такого, конечно, нужно набраться терпения. Но Иисус научил нас притчи о горчичном зерне, что это основное правило того, как функционирует Царство Небесное. Итак, как не дать душевной боли взять над вами верх? Теперь это уже не так уж и сложно. Вознагради себя в слове. Иисус говорит, по плодам можно судить о дереве. Хороший плод — хорошее дерево. Испорченный плод — испорченное дерево. Итак, вопрос, который у меня есть для вас этим утром. Какие плоды приносит ваше дерево? Довольны ли вы вашими плодами? Растет ли на вашем дереве доброта? А добросердечие, милосердие, растет ли там терпение? Прощение — это стоящие плоды. Но что же делать этим утром, если вы заметили на вашем дереве горечь, злость, негодование? Как это решить? Не пытайтесь изменить ваши плоды. Иначе на всю жизнь вы останетесь в смятении. А ваше дерево будет приносить не те плоды. Я сторонник правила 80 на 20. 20% усилий дает 80% результата. Но это также работает и в обратную сторону. 80% усилий приносит всего лишь 20% результат. То есть зацикленность на изменении своих плодов дает вам 80% занятости, но лишь 20% результата. Вы не перестаете работать, потому что дерево не перестает производить не те плоды. Но если вы начнете с корня, то приложите всего лишь 20% усилий, чтобы получить результат в 80%. Поэтому этим утром мой совет. Посмотрите на то, где посажено ваше дерево. Потому что Псалом номер один говорит, «Я как дерево, посаженное на водном потоке». Потоки Слова и потоки Святого Духа. И посмотрите, как Псалом первый и глава вторая и третья гласят, они о поиске радости, о том, как находить удовольствие в Слове Божьем. Кто о его слове, его законах, думает день и ночь, кто полон слова. Иными словами, он так строит веру из зерен горчицы, потому что он будет как дерево. Если мы наполним себя Словом, то мы будем как дерево, посаженное на ручье, которое в свое время, или, как другие скажут, всегда, приносит плоды, из которого не опадает ни листка, и все его дела обернутся успехом. Так что очень важно, если мы хотим жить с победоносной жизнью, нам нужно погрузиться в Слово. И это не означает, что вы иногда читаете Библию, а что вы стараетесь погрузиться в Слово, что вы находитесь у реки из Слова и Святого Духа. И тогда вы не так быстро сорветесь на того, кто причинит вам боль. Далее мы переходим ко второму. Если у вас появилось желание отомстить кому-то, то часто это тревожный звонок. Жажда мести — это тревожный звонок. Знаете, кто-то причинил мне боль, и, желая мести, я занят тем, что превращаю эту боль в длительное эмоциональное страдание. Будь осторожен, если кто-то тебе причинил боль. Не попади в ловушку отчаяния. С злостью на злость, посредством мести. Иногда это можно услышать в суде, когда кто-то говорит, «Я не буду спокоен, пока справедливость не восторжествует». Это можно понять в случаях, когда были совершены страшные преступления. Справедливость имеет место быть. Но в то же время наказание виновного или страдание виновного еще никому никогда не приносили счастья. Это неправда, что страдания другого могут смягчить нашу боль. Месть всегда обманчива. В 12-м послании к римлянам, строках с 19 по 21-ю, Павел говорит, «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано мне отомщение. Я вас дам, говорит Господь». Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напои его, ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие угли. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». И видите, Библия здесь говорит, «Дайте место гневу Божьему». Другими словами, если мы отомстим, то мы займем место Господа. Тогда мы будем делать работу Господа. Тогда мы занимаем место, упорядоченное Господом, и тогда Господь не может участвовать. Строка 21-я гласит следующее, «Если ты отомстишь, значит, ты охвачен злом». И это зло тебя победило. Почему? Потому что ты сам тоже используешь зло, чтобы дать сдачу. В момент, когда мы обижаемся, если нам кто-то причиняет боль, мы попадаем в ловушку сатаны, отвечая злом на зло. Зло не может победить зло. Только добро побеждает зло. Только Господь может мстить. Месть — это запретное дерево для нас. Дерево знаний о добре и зле. Это дерево суждений, и вы хотите избежать того, чтобы боль, которая была причинена страданиями, давала вам право мстить и судить, потому что ваша жизнь как сад. Все, что вы в него посадите, будет умножено. Если мы зло посеем, то мы зло и пожнем. Если мы отомстим, посеем зло и сорняки, это зло, которое растет быстрее, чем добро. Если вы не следите за своим садом и не пресекаете сорняки на корню, тогда ваша жизнь зарастет злом, и будет оно доминировать. Мстить — это заблуждение. Будь осторожен. Если кто-то причиняет себе боль, не мсти. Не важно, насколько велик соблазн. Третье. Это следующее. Не осуждай. Судим мы все очень быстро. Это очень большой соблазн. И этот пример, может, не сразу вызовет боль, но продемонстрирует, как быстро мы соблазняемся на осуждение. Сегодня у нас есть люди, живущие на расстоянии в полтора метра и против расстояния в полтора метра. За объятий и против объятий. И обе стороны основываются на науке. И если они еще и верующие, то они привлекают к этому еще и Библию, чтобы доказать свою правоту. В Нидерландах мы не обязаны носить смазки в магазинах, но если вы идете по супермаркету, и вы встречаете кого-то в маске, что вы тогда подумаете? Думаете ли вы тогда, что это перебор? Какой трус! Но может, у этого человека хроническое заболевание, и коронавирус для него смертелен? На самом деле это более отважно, чем боязливо сидеть дома. Вы просто неправильно на него смотрите. Или этот человек сомневается, есть ли у нее или у него коронавирус. И на самом деле они по дороге на тестирование закупаются продуктами на 10 дней, считаясь с другими людьми. Они подумали, надену-ка я на всякий случай маску. На следующей неделе мы сделаем первый шаг назад в сторону телесных посещений. И мы будем счастливы, если вы придете. Мы с удовольствием увидим вас снова. Но мы также поймем, если вы предпочтете принимать участие онлайн в этот период, и будете смотреть нас дома или через коннект. Давайте не будем осуждать друг друга за решения, которые мы сейчас принимаем. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы наши онлайн-собрания и обычные собрания были для вас приятным опытом. Видите ли, не стоит осуждать других и оправдывать собственный выбор, считая, что он лучше того, который выбрал себе другой человек. Судить, это думать, что знаешь, почему кто-то что-то делает, и давать этому оценочное суждение. В Евангелии от Матфея, глава седьмая строки с первую по пятую, Иисус говорит «Не судите, да не судимы будете». Ибо каким судом судите, таким и будете судимы. И какую меру и мерите, такую и вас будут мерить. Иисус говорит здесь не о том, что мы будем строже судимы Господом, но о том, что количество осуждений о нас возрастет, если мы будем судить других, потому что мы сеем осуждения. Если мы кого-то судим, то будем мы сами в десяти, тридцати или ста других ситуациях судимы другими людьми. Умение осуждать есть корень всего зла. Это начало боли и страданий в этом мире. У Адама не было возможности судить до того, как у него появилось дерево познания добра и зла. Знание добра и зла и умение судить было зарезервировано только за Господом. Умение судить было частью предложения сатаны зла людям. И обратите внимание, с момента, как Адам смог осуждать, потерял он свою жизнь в райском саду, и жил он в вине, стыде и страхе. Вина, стыд и страх. Вдумайтесь, вот они причины, корни того, почему мы судим других людей. Потому что Адам осудил змея. Адам осудил Еву. Адам осудил Господа. Адам осудил всех и вся, кроме самого себя. И почему он так сделал? Адам действовал из страха. Адам действовал из самозащиты. Люди, которые строго судят, прячут тем самым свои же ошибки. Люди, которые строго судят, слепы к своим собственным неудачам и думают, что они лучше других людей. Последний Адам. Иисус пришел в этот мир, в первую очередь не судить, как первый Адам, а спасать. И римляне тоже говорят, нет осуждения тем, кто верует в Иисуса Христа. Иисус не осуждает. Люди, которые поверили во Христа, тоже не осуждают. Как только мы осуждаем, ставим мы себя так же, как Адам, превыше Господа, Отца нашего. Ставим себя превыше других людей, и мы теряем помилование, которое получили от Иисуса. Библия учит нас, что Бог все простил и больше не думает о наших грехах. Вот это знание Евангелия. Все прощено? Бог не вспомнит нам грехи наши. На удивление, все еще есть много людей, которые убеждены, что Бог указывает нам на наши грехи, дабы люди покаялись. Но Библия говорит в послании к римлянам, глава 2, строка 8, что это терпение Божие, толерантность Божия, добро Божие приводит нас к покаянию. Способность указывать на недостатки других людей — это не работа Святого Духа. Это не способность Святого Духа, не дело рук Господа и не Божие веление. Лучший способ проявить себя перед другими — это взять ответственность на себя и не судить их. Четвертая тема такая — не пытайся изменить людей. Мы можем изменить только себя. Если ты изменишься, изменится мир вокруг тебя, и Церковь желает помочь улучшить вашу жизнь. Но это может привести к тому, что мы хотим изменить людей. Мы говорим, целеустремленные меняют жизнь, но жизнь обновляется не нами, а Богом. Мы создаем атмосферу поклонения, любви, милости, терпения, добросердечия, через которую Господь может работать и показать, кто Он есть. Если вы пытаетесь кого-то изменить, то в большинстве случаев вы будете неправильно поняты. Мы говорим, это тебе вернется. Ваши намерения были чисты, но изменение людей — не ваша задача и не ваша ответственность. Это приведет к эмоциональной боли. Быть вдохновляющим примером, светом в темноте — вот наше призвание. Люди, которые хотят изменить других, сталкиваются с болью и конфликтами. Это заметно в браках, где люди не могут принять друг друга такими, какие они есть. Партнер, который хочет изменить другого, и есть причина возникновения проблем. И как следствие, также тот, кто другого упрекает, кто странно реагирует на попытки его изменить. Смотрите, 80% вашего партнера вам нравится, а 20% нет. Сконцентрируйтесь на тех 80%, и тогда будет легче закрыть глаза на другие 20%, потому что с кем бы вы ни начали отношения или в какую бы церковь ни ходили, правило 80 на 20 будет находиться везде. Иисус говорит, что ты смотришь на сучок? В текстах запрета об осуждении. И что ты смотришь на сучок в глазах брата твоего? А бревна в твоем глазу не чувствуешь? Как ты скажешь брату своему, «Дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно?» Лицемер, вынь прежде бревно из своего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Пока вам кажется, что ошибки других заметно больше ваших собственных, у вас бревно в глазу. И вы лицемер, и вы слепы. Если мы видим проблему в других, то у нас есть такая же проблема, но только больше. Вы тот, у кого бревно, и кто слеп, и кто лицемер. И у меня вопрос. Кто хочет дать слепцу достать сучок у себя из глаза? Это ведет к конфликту, и это ведет к боли. И Петр в этом очень четок. Меняй другого без слов. Меняй другого, будучи тем, кто ты есть. Создай атмосферу, в которой Бог может работать, и где есть место изменения. Если этот человек вас просит, что с вами? Почему вы другой? Тогда может Бог через вас добраться до атмосферы, которую вы создали. Так обновляем мы людям жизнь. Вопрос, который есть у меня сегодня утром. Кого видят люди в нас? Кого видят люди в тебе? Если вы сталкиваетесь с людьми, видят ли они преувеличивающего фарисея, указывающего им на их ошибки, но сам он ничуть не лучше? Или видят люди вас, как любящего Иисуса, закрывающего глаза на прошлое, и всех с любовью обнимающего? Мы не меняем мир тем, что ходим в церковь. Мы вносим изменения, будучи светом в повседневной жизни. Давайте сами сделаем выбор. Быть людьми, чтобы каждый чувствовал себя в безопасности. Это делает вас особенным. Тогда изменим мы мир вокруг себя и обновим его тем, кто мы есть. И сейчас я очень кратко с вами помолюсь, прежде чем мы продолжим. Я хочу, чтобы каждый из нас принял эту истину в свое сердце. Итак, давайте начинать. Отец наш, я молюсь за всех, кто слышал Слово этим утром. Отец, я молюсь за тех, у кого сейчас есть эмоциональная боль. Я молюсь за тех людей, которые заметили этим утром, что они душевно страдают. Я молюсь о том, чтобы у них была смелость отпустить право на осуждение, право на месть. Я молюсь о смелости вступить в процесс прощения, чтобы начать процесс эмоционального исцеления. Отец, мы молимся за все браки и семьи, в которых есть недопонимание, и во имя Христа молимся мы за полное выздоровление. Отец, я молюсь за то, чтобы мы все были в состоянии создать атмосферу. В наших домах, на нашей работе, в наших собраниях, в наших браках, атмосферу добра, добросердечия, милости, терпения и прощения. И мы благодарим Отец за возможность стать светом в этом мире. Амин. Редактор субтитров А.Семкин